я знаю ты любишь теории еще больше ты любишь когда они оказываются правдивыми что ж до выхода little nightmas 2 осталось менее недели и сегодня я хочу высказать несколько своих и не только предположение относительно того что нас будет ждать в новых кошмарик ах подстегнула меня к публикации этого ролика сразу несколько событий во первых японская версия трейлера которая почему-то показывает эксклюзивные кадры а также новый трейлер что вышел вот буквально накануне во-вторых я углубился в промо материалы very little nightmares и увидел кое-что крайне интересное в третьих появилась не самая приятная весточка относительно локализации игры и так еще по мелочи всякого включая комиксы которые ты так просишь меня разобрать что скажешь интересно тогда я желаю тебе долгих дней со и приятного просмотра и посмотрим сколько и сказанного мною сегодня окажется в итоге правдой тем более что ответ узнаем уже совсем скоро начну я с того с чего не хотел начинать зато закончу тем с чего хотел начать и вообще на днях у меня знатно так пригорело буквально на пустом месте настолько сильно полохнула что и по сей час дымок потихоньку просачивается однако об этом в конце видео сейчас о предстоящих локациях и их структуре в порядке прохождения конечно же первое будет пустошь хотя категорически против этого названия второй уровень школа 3 больница потом бледный город и все закончит трансляция это тот минимум локаций которые нам доведется посетить в оригинальном сюжете little nightmares 2 причем у каждой глобальной локации будут иметься свои явно выраженные суб локации в закрытых помещениях подобную роль будут выполнять комнаты а вот в открытых куда интереснее больше простора для креатива допустим в глуши да именно так я буду называть первый уровень такой суб локацией является дом охотника в школе мы видели столовую библиотеку может быть что-то еще в больнице это комнаты ожидания рентгена и прочее в бледном городе такими станут допустим торговый центр или магазин пока что неизвестно насколько объемное это помещение также поезд который мы видели крыша с ассасинами готовыми совершить прыжок веры без стога сена внизу а вот в трансляции думаю нас будут ждать сюрпризы мы увидим пространственные загадки и запутанные коридоры а также по моему мнению именно здесь или незадолго до 6 станет монстром также по аналогии с финалом 1 little nightmares нас после титров скорее всего будет ожидать специальная локация с полным или частичным ограничением в передвижении посмею предположить что это будет бредный город после отключения трансляции да я верю что финале мы вырубим эту пагубную тварь лично от себя добавлю что хотелось бы увидеть жирнющие отсылки на первую игру в виде суб локаций или референсов на тех же госпожу или сторожа так как считаю их наиболее удавшимися персонажами little nightmares теперь парочку слов о детях из комиксов и мое некое занятное наблюдение несмотря на то что в конце каждого из сюжетов они так или иначе вроде как попадаются в лапы негодяев хочу отметить что их поимку гибель как таковую мы не наблюдаем следовательно есть вероятность что детишки еще живы и мы встретим в самой игре однако пятый шестой эпизоды хоть еще не открыты но их обложки уже подталкивают к неким рассуждениям если приглядеться к пятому то можно заметить что картинка нарисована будто бы ребенок прячет свое лицо под маской я бы предположил что это мона но вырезы продолговатые слишком близко расположены с большей долей вероятности это совершенно другой маленький выживальщик а вот шестой эпизод просто бомба приглядитесь вот к этому пареньку зуб даю мы его уже видели раньше а не припоминаешь да это же тот самый фантомный ребенок только взгляни на его одежду и вот на эту лямочку к сожалению этот факт возможно говорит о том что не все из показанных детей выжили если вообще кто-то это сделал а так хотелось увидеть толстячка или побегать толпой детишек что мне кажется усилило бы ощущение безысходности в этом мире ведь за дело берутся дети больше некому сейчас давай затронем тему трейлеров сначала о том который выкатили бандай нам к накануне и в нем реально много чего интересного но по сути бестолкового а потом следом о японском что появился немного ранее и так дэрон браун стал лицом нового трейлера в котором он рассуждает а что же такое сны сначала в качестве примера он приводит мировоззрение нитше затем фрейда если коротко то первый считает что сны формируются из внешних раздражителей вкупе с множеством происходящих процессов в организме во время сна то есть любое возбуждение cns будь она спровоцирована извне или же нет может отразиться в сновидении уверен что у тебя было нечто подобное причем не раз допустим звуки из реального мира порождали некие образы во сне что касается фрейда то он делал акцент на подсознание человек в момент бодрствования не замечает множество мелких деталей окружающих его но они остаются в виде эмоциональных оттисков глубоко в нашем разуме а когда мы ложимся спать мозг поднимает бурю и эти фрагменты формируют наши сны но вот когда речь заходит о кошмарах начинается самое интересное потому что подразумевается сама игра кошмары это не иллюстрации трудности мира это чей-то злой умысел того кто находится вне времени того кто насыщается слабостями кошмары не работают в одиночку ведь хаотичная смена сцен лучше выбивает почву из-под ног мешает принимать рациональное решение и все это настолько реальное что просыпаюсь холодным поту ты все еще чувствуешь что кошмар не отпустил тебя все дело в том что он пробрался физическими злая сила позади тебя независимо помнишь что они или нет главное что она не забывает о тебе вот такой жуткий посыл несет себе этот трейлер кстати на сайте появилось описание зрителей которые стояли за спиной дэрика в том числе давай узнаем что же они такое зрители живут жизнью через экран и не могут себе вообразить мир без него все эти чудесные цвета звуки и формы танцующие перед глазами гипнотизируют их умиротворяют откармливают трансляция дает им все что нужно но требует взамен только одно именно эти последние слова подтолкнули меня к тому что она требует от них жизнь не зря же выстроились эти ассасины что касается японского извояния то помимо ржачной озвучки честно нам вот такой точно не хватает в ролике есть три момента первая училка целует моночку жалко что непонятно с языком или без дальше моно пытается переместиться через тв и на экране тот самый коридор из старта демки который по логике должен относиться к важному сюжетному моменту и третье моно вновь разбивает в дребезги ящик переносясь через него похоже что парень это сделал в одиночку где шестая теперь теория is very little nightmares влияющая буквально на всю вселенную уж не знаю насколько это было сделано от балды но тизер трейлер финале имеет крайне важный аспект во-первых свечи не того самого необычного цвета которое можно было наблюдать при появлении точь вы открытие врат но что еще больше должно было привлечь внимание это то как шестая убегает от умельца через экран да я считаю что это была 6 по логике предполагалось что она уплыла на плоту подобрав желтый плащ девочки но что если 6 предпочла бесценному дрейфованию в бескрайних водах быстро но не менее рискованное перемещение через трансляцию в подтверждение того что это 6 говорит зажигалка ведь девочка за которую мы играли не имела подобной а пользовалась она спичками найденными в гнезде так вот как 6 могла оказаться на самом деле на чреве так что получается что перемещение через тв не уникальная способность моно что касается локализации буду короток и лаконичен пустошь вы серьезно вот это вот вот эта локация это пустошь ну ладно пошел и